Ну что вы там? Фейбл коллекцию закупили? Ха! Можете её продавать! Здарова всем, ребята! Киентуха на проводе, и прямо сегодня я вам расскажу какую же всё-таки коллекцию удалят. Сегодня я расскажу вам, когда же всё-таки выйдет точно обновление, когда же будет трейлер, что добавят и что изменят в новой версии стенд-оффа. Поэтому, ребята, если вы ждали видео от ГУРа обновлений, пожалуйста, прожмите лайкусик, обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну что же, а мы стартуем! Давайте небольшой челлендж! Сколько вы лайков наберёте под эти видеороликов, сколько галдишки я разыграю кому-то из вас. Самое главное пишите любой комментарий с вашим один. Поехали! Короче, ребят, давайте ближе к делу. Как вы отнесётесь, если я вам скажу то, что в следующую коллекцию, которую берут, это будет Скорпион коллекция? Даже не спрашивайте почему. Я понимаю, это максимально нелогично, потому что в следующей коллекции должны были удалить фейбл. Но вы взгляните на вот этот вот скриншотик. И что вы скажете после этого? Да, ребята, вот этот скриншот определённый время был в игре. Что же он означает? Он означает, перед удалением Скорпион Кейсиков и Скорпион Коллекции, чтобы она потом в будущем была только на рынке, они решили сделать акцию, чтобы напоследок мы все смогли по дешёвочке закупить Скорпион Коллекцию. Но! Но я до сих пор не понимаю, что происходит. Почему? Первую коллекцию удалили Ориджин, вторую коллекцию удалили Фуриос, третью удалили Райвел, а четвёртую... Не, не фейбл, а Скорпион! И знаете, как разработчики решили, что это будет именно Скорпион, вы сейчас проорёте. Они запустили этот Долман и опрос, в котором все голосовали так, как они хотели. Я вот не понимаю только одного. Почему? Значит, как убирать кейсик? Так как разработчики запустили опрос. Значит, мнение аудитории важно. А как делать антищит? А как делать бесплатный подарок? А как делать гифтбокс 2023? Так это мнение аудитории не надо. Это что за двойные стандарты? Возможно, мы сейчас скажем, что Кент-ПК такого мнения про стендоферов, но у меня такое ощущение, что в этом вопросе победил именно Скорпион кейсик. Знаете, по какой причине? По причине того, что он был просто самый первый. И на самом деле, если был бы первый кейсик это фейбл, то удалили бы именно фейбл. Мне интереснее всего, это единоразовая акция или теперь так будет всегда. И разработчики будут всегда спрашивать у нас, какой кейсик убрать, какую карту изменить, какой режим добавить, что сделать и так далее. Если да, то я не против. Уважаемые, ну и давайте делать вывод. Что же это означает? А знаете, что это означает? Что, скорее всего, исходя из логики, из здравого смысла, следующий кейсик, который удалят, это будет Скорпион. Ну почему же разработчики удалили эту акцию, спросите вы? Пацаны, я скажу честно, я сам не знаю, зачем разработчики вначале добавили, а потом удалили эту акцию. У меня только один вариант, то что они ее добавили ошибочно или случайно. И я думаю, что в ближайшее время эта акция снова будет в игре. Поэтому верим, надеемся, любим и ждем. Поэтому в моем совете можно уже потихонечку закупать Скорпион коллекцию. Но перед тем, как вы скажете, кентуха, ну ты же на 100% не уверен, а вдруг это ошибка, а вдруг удалят все-таки фейбл. Ребят, конечно, не спешите ничего закупать. Знаете почему? Потому что разработчики ежегодно пишут, перед тем, как они какой-либо кейс добавляют на рыночек, они пишут, вот такой вот пост, как это было в прошлом году. Они пишут, началась распродажа Райвл Кейсиков. Три по цене двух. С выходом юбилейного обновления 0.19.0. Райвл Кейс и Райвл Бокс станут недоступны для покупки в игровом магазине. Что же это означает? Это означает, что, что скорее всего, разработчики в этом году сделают точно так же. И напишут, что в Скорпионке есть, и напишут, что есть акции на Скорпион Кейсики, и вы их можете купить по дешевочке. Как только вы увидите это сообщение, и именно с того момента вы можете покупать Скорпион Кейсики и просто ждать. Просто ждать, пока я их уберу с магазина, и потом ждать, как вы разбогатеете. Перед тем, как вы скажете, кем ты пока? А ты чё? Самый умный. Ребят, вернёмся на один год назад. Я закупил Райвл Кейсики, и при том, я не просто закупил. Вы посмотрите, сколько я их купил штук. И знаете что? Да я же разбогател, вы посмотрите, их тут штук 200, то и 300. И теперь давайте посмотрим, сколько стоит один Райвл Кейсик. Он стоит 400 галтишки. В 4 раза за один год подорожал. И знаете, что самое интересное? Я их продавать не буду. Я просто буду ждать, чтобы Райвл Кейсики стоили по 1000 голды. И тогда у меня на счету будут 200 тысяч голды. Вы просто вдумайтесь в это. Поэтому, ребята, я мне просто даю советы. Я вам действительно говорю, как буду поступать я. Как только я увижу акцию, потому что я до сих пор на 100% я не могу быть уверенным. Но мне реально стрёмно до сих пор. Как только я увижу акцию про Скорпион коллекцию, то я сразу же пойду и на 100 тысяч голды куплю целую тысячу кейсиков. Но тут, ребята, есть нюанс поинтересней. Рейнву Скирпаки. С одной стороны, это полная ерунда, никому они не нужны. Но со второй стороны, их же должны рано или поздно удалить. Они же не могут быть всю жизнь в игре. Поэтому я вам скажу так, если у вас есть лишняя голдишка, то моим советом закупите Рейнву Скирпаки. Потому что, если вы их купите, и больше никто, кроме вас их не купит, то вы сможете очень хорошо заработать. Поверьте мне, спустя какое-то время, эти Рейнву Скирпаки будут стоить так же, как Хэллоуин Скирпаки. Они будут стоить по 2, а то и по 3 тысячи голдишки. Поэтому пока есть возможность, тоже закупите. Стоп, 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 стоп. Ты не в курсе? Так на буллдропчике очень скоро выходит буллпасик, на котором ты сможешь совершенно бесплатно получить топовый дроп, кучу ножей и кучу халявной голдишки. Но пока что, пока он не вышел, чтобы тебе было не скучно на буллдропчике, я отдаю тебе халявную голдишку по закрепленному комментарию снизу. Поэтому переходи, получай сюрприз и побеждай. Я прекрасно понимаю, вам все равно доело, что кем-то пока только тортурит, 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 да тортурит и ничего интересного не показывает. Но прямо сейчас я вам покажу самую лучшую реализацию обновления 0.23.0. Погнали, смотри. Опа-па-па-па-па! Что я вижу? Greek Operation. Это, ребята, новый голдпас. Но я думаю, не надо быть экстрасенсом, чтобы это понимать. Но тут далеко не все. Во-первых, обновили интерфейс. Наконец-то понятно, что у вас происходит калибровка. Разработчики, реально добавьте вот это. Ну вот очень-очень все понятно и красиво написано. Дальше снизу слева я вижу новости. И как обычно сейчас я вижу, что там проходит турнир минора на центре экрана. Вот так снизу, с краешкой. Кто-то очень почитал новости. Взял и почитал. Теперь мы смотрим статистику и статистические с раздела достижения. И тут я вижу что-то нереальное. Ты можешь получить халявную голдишку, если выполнишь какие-то задания. Например, ты сделал 1000 MVP. Поверьте мне, это очень сложно. Ты сделал 1000 MVP и получил 50 голдишки. То есть, если ты прозвратил стендов там, не знаю, часов 100 и ты каждый раз получал MVP, то ты сможешь получить 50 голды. Вроде бы и много голды. А с другой стороны, вы просто представьте, сколько времени надо потратить, чтобы все это получить. Так же тут, ребята, есть еще куча других разных заданий. Помимо всего этого, я вижу еще вот какую-то репутацию над моей головой. Вы скажете, что же это такое? Я покажу немножко позже. Пока что, ребята, давайте посмотрим на таблицу лидеров. А вот это уже интересно. Если ты, например, очень хорошо играешь, то ты становишься топ-1 игроком. И тот человек, у которого будет больше всего в МР, тот будет на первом месте. Это было бы очень круто. Но есть одно небольшое, но это софтеры. Потому что софтеры будут постоянно находиться на первой, на второй и на третьей позиции. Я вам это гарантирую. Поэтому надо, чтобы раздамочки вначале добавили нормальный течит, а потом добавили таблицу лидеров. И вот тогда игра реально зацветет и начнет расцветать. Так, ребята, а давайте-ка мы прямо сейчас нажмем на какой-то скин и, например, посмотрим историю цены. Что же это такое? Мы тут видим график, на котором мы видим, какая цена была раньше, как цена поменялась сейчас. То есть мы видим, что АВМ 2 years вырос. И его можно покупать. Кстати, да, он реально очень жесткий расцвет. Поэтому, ребята, если вы хотите заработать, то моим совет покупайте АВМ 2 years. Да вообще, покупайте всю коллекцию 2 years, потому что она вся дорожает и дорожает. Но это далеко не все. Прямо сейчас мы у кого-то похвалим. Вы нажимаете кнопочку похвалить и можете игрока за что-то похвалить. Прикольно ли это? Да это же нереально круто! Если какой-то игрок максимально адекватный, вы его хвалите, вы говорите, что он лидер, что он хорошо играет и потом ему будет гораздо проще найти себе тиммейта, потому что все захотят с ним играть, потому что у него очень много похвал. Это реально было бы очень прикольненько. Ну, теперь давайте мы пробуем запустить лобби. Ну, как мы видим, тут, ребята, обычное кастомное лобби, все по дефолтику, но есть одно небольшое но. В кастомное лобби добавили возможность ограничивать карту, то есть ты просто заходишь на любую карту и убираешь на этой карте, куда можно проходить, а куда нельзя. Вы взгляните, насколько же это великолепно, особенно в дуэлях, бойтенках, на всяких там турнирах и тому подобное. Было бы очень даже кстати, чтобы можно было ограничивать места, куда можно проходить, а куда нельзя. А что думаете вы? Напишите прямо сейчас в комментариях. Ну и если вам понравилось подобное видео, обязательно прожмите лайкусик, подпишитесь на мой канал, реально подпишитесь, потому что очень много людей не подписывается. Ребят, прямо сейчас подпишитесь на мой ютуб каналчик, на мой телеграмчик и на мой инстаграмчик, если вы хотите на халяву получить промики. Также напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кент и пока, всем удачи и всем пока-пока.